Как известно, Европа впервые Знакомиться с кофе в 16 веке Начну издалека, как обычно А Франция Во Франции кофе появилось в 17 веке И еще в 1670 году Людовик XIV Король Солнца получает в подарок Зерна кофе А подарок этот ему привез Чрезвычайный и полномочный посол От султана Атаманской империи Кстати, этот же посол Угощал своих гостей Посетителей кофе В чашках из японского фарфора Ну а самое первое кафе Было открыто в Париже на Левом берегу Это знаменитый кафе Le Prokop существует по сей день И очень скоро в парижских кафе Вокруг чашки кофе Собирается интеллектуальная публика Это были центры Споров, дискуссии Причем споров на самые разные темы В дни века Во Франции были распространены Таверни В тавернях подавали, конечно, горячительные напитки Алкогольные напитки Но и после приема таких напитков Сохранить трезвый ум было достаточно сложно И уж тем более вести интеллектуальную беседу Совсем другое дело Парижские кафе Кофе – это любимый напиток французов 90% французов, кстати, пьют именно кофе на завтрак Кафе в Париже очень много Кафе практически на каждом шагу Но где варят вкусный кофе или вкусный чай? Не зайти ли нам вот сюда с вами В кафе Верле, что на улице Сент-Онуре В двух шагах от Лувра? Кафе Верле – это не просто кафе Это дом Верле Это семейное предприятие, которое существует С 1880 года И, кстати, одно из немногих кафе Парижа Где обжаривают зерна кофе И огромнейший выбор кофе Вот в этом кафе Кофе, естественно, полагается взять что-то сладкое Но давайте попробуем хотя бы фрюи конфи Или цукаты, или засахаренные фрукты Впервые французы попробовали цукаты Во время крестовых походов И постепенно вот эти сладости Проникают и во Францию Уже в средние века Сейчас на юге Франции, в Провансе Находится, есть такой город Апте И вот именно этот город является столицей засахаренных фруктов Самые лучшие засахаренные фрукты Именно из города Апт А может быть нам взять кофе Вот это небольшое пирожное Которое называется по-французски Мадлен Знаете ли вы, что этот десерт, это пирожное Было создано в середине XVIII века В замке Коммерси К королю Польши Станиславу Лещинскому Приезжают в гости Вольтер и Мадам Душатле И король просит свою кухарку Мадлен Приготовить какой-то вкусный, необычный десерт И кухарка приготовила вот этот десерт в форме ракушки Королю так понравились пирожные Что он послал потом целый пакет Целую посылку своей дочери Марии Лещинской Королеве Франции, супруге Людовика XV И королева влюбилась в эти пирожные И именно она решила назвать их в честь кухарки Мадлена Ну а как вам такая идея? Буквально два месяца тому назад На Лисейских полях Открыли вот это кафе Кафе-магазин Здесь можно чашку кофе выпить И сладость какую-то съесть А еще и прикупить с собой шампунь, мыло или духи Вкусным десертом давайте отправимся в 10-й округ Парижа На Мню-Пармонтье Именно здесь, пять лет тому назад Молодой шеф-кондитер Ян Куврер Открыл свою булочную кондитерскую Ну помимо традиционных круассанов И традиционных пирожных Здесь можно попробовать Изумительный бретонский десерт Который называется Куинь Аман Куинь это пирожные И Аман это масло в переводе с бретонского Или, например, здесь вы сможете попробовать Мильфей По-русски говорят Наполеон По-французски Мильфей Тысячу лепестков Причем Мильфей готовят непосредственно перед клиентом И в день всего лишь 50 штук Ну а закончим мы нашу сладкую прогулку В чайном салоне Ну вы уже знаете, что французы предпочитают кофе А вот к чаю достаточно равнодушны французы Ведь в среднем Во Франции приходится на человека В год всего лишь 230 грамм чая А вот в Англии, например 3 килограмма чая На человека в год Так что, когда вы приходите в обычное кафе И просите чай Вам принесут чайник с горячей водой И пакетик с чаем Нет, мы пойдем с вами в хороший чайный салон Который открыли два кондитера Японец и француз Франко-японский чайный салон Здесь умеют готовить чай Здесь, в этом чайном салоне Вам принесут воду Той температуры, которая нужна Именно для этого сорта чая И вода эта будет родниковая А не из-под крана А к чаю вы возьмите обязательно дораяки Дораяки – это японский десерт Относится к семейству блинчиков Два блинчика, а между ними начинка Из красных бобов – азуки Или возьмите хотя бы мочи Посмотрите, это же настоящее произведение искусства Сделано из рисового теста Бон дегустасион Наша сладкая прогулка подошла к концу Надеюсь, что вам было интересно Спасибо, что смотрите мои видео До новых встреч Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok